Здравствуйте! В эфире программа «Герой нашего времени». Сегодня в гостях на Аризон ТВ команда акробатов «Чибангрупп». Знакомьтесь, группа акробатов «Чибангрупп». Была создана в 2001 году мастером спорта по спортивной гимнастике Лилианом Чибан. На сегодняшний день группа состоит из пяти артистов и исполняет два номера – акробаты на качели и акробаты на баллонах. За 23 года группа гастролировала в Украине, Казахстане, Румынии, Германии, Франции, Испании, Бельгии, Финляндии, Голландии, Дании, Норвегии, Японии, Перу. Также команды-чемпионы-призер различных международных цирковых фестивалей. В этом году ребята из Молдовы установили рекорд, удостоившийся занесения в Книгу Гиннеса. Находясь на надутых автокамерах, они прыгнули одновременно через две скакалки 69 раз за минуту. Здравствуйте! Рада вас приветствовать у нас в гостях. Здравствуйте! В первую очередь хочу вас поздравить. Ваш рекорд был занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Расскажите об этом подробнее. Давайте мы сейчас доверим это важное событие, чтобы он осветил наш Никита Кораблин, мастер спорта по акробатике. Здравствуйте! Нас пригласили в Италию, чтобы мы установили рекорд Гиннеса по прыжкам на скакалке. Мы прыгали на баллонах через двойную скакалку и нужно было за минуту прыгнуть 30 раз, чтобы рекорд был установлен. И у нас получилось прыгнуть 69 раз. Ничего себе! После этого, как ребята установили рекорд, то есть мы тренировались и шли к этому рекорду примерно 15 лет, но это не просто один трюк был, а это был комплекс трюков. Ну, их заинтересовало, чтобы мы в этом плане поставили рекорд прыжки со скакалкой, поэтому приехали, поставили рекорд, нас наградили и внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Как Вы считаете, что Вам помогло добиться таких результатов и тем более еще и добиться рекорда? Тренировки. Тренировки. Сколько их у Вас? В неделю? Шесть дней в неделю. И по сколько часов? По три. По три часа. Шесть дней в неделю. Каждый номер по три часа. Расскажите о Вашем руководителе. Ну, наш руководитель молодец. Ну, он всегда подсказывает, он сам гимнаст, то есть он технику знает, он замечает ошибки, многие подсказывают, как там лучше сделать, потому что когда ты работаешь, ты это не сильно замечаешь. Он как руководитель и как тренер, в принципе, все, все вместе. Наш руководитель всегда следит за дисциплиной в команде, чтобы все приходили на тренировку вовремя. В ближайшее время Вы сейчас отправляетесь уже в Бельгию. Расскажите об этом, что будет, что интересного? Это не секрет ни для кого, что мы только вернулись из Бельгии, и так случилось, что мы переезжаем из одного цирка бельгийского в другой. Нас там заметили и пригласили на следующий сезон, сезон у нас длится год, на следующий год, то есть на текущий год. Мы переезжаем в другой цирк, он называется Буглеон, это один из старейших цирков Европы. Находится он в Париже, это парижский цирк, с которым мы будем гастролировать по Бельгии. И через несколько дней буквально мы туда уезжаем, получаем визы и едем работать. Это очень престижно, работать в таком цирке, и не всем артистам мира удается попасть в команду этого цирка. Ну, молдавские граждане наконец-то прорвались и попали. Ну, насколько я понимаю, у вас уже расписано 6 лет вперед, все турниры, чемпионаты, фестивали, так ли это? Совершенно верно, все так. У нас после Бельгии идет Германия, после Германии идет Франция. Это то, что касается 24-й и 25-й год. 26-й год идет уже в процессе переговоров. В 2000 году, я так понимаю, была создана сама команда Чабан Групп. Как эволюционировала ваша команда, по-вашему? Вот что было тогда и что сейчас? Ну, тогда они еще не все даже родились, наши вот в данном случае артисты. А в 2000 году получилось так, что в 95-м году я поступил в институт вместе со всей нашей сборной командой по спортивной гимнастике, сборной команды Молдовы по спортивной гимнастике, все мастера спорта. Мы отучились в институте и сразу же перешли в цирк работать. И вот с этого момента мы начали свой путь цирковой в этом направлении. Конечно же, цирк акробата, вернее, акробат в цирке – это совершенно такая категория очень короткого времени. То есть получается, что 10-15 лет и все, и артист уходит на пенсию. Это максимум. Поэтому у нас состав периодически меняется. Одни приходят, другие уходят, мы подбираем новых ребят. Но в данной ситуации вот это уже достаточно опытные артисты. К сожалению, они здесь не все, но и остальные тоже заслуживают внимания. У вас в команде 5 человек? В команде 5 человек. Один из них уже в Бельгии ждет нас с реквизитом, остальные пока отдыхают, ждут нас. И все опытные артисты, и уже достаточно признанные в мире как специалисты этого направления. Как вы считаете, что вам помогло иметь такой успех? Ну, в первую очередь, как сказал наш Никита, это дисциплина. Без дисциплины ничего не будет. И второе, это нужно очень много работать, очень много, невзирая даже на те условия, в которых мы находимся сейчас. А в каких вы сейчас условиях? Условия достаточно сложные. Вы знаете, в каком положении находится наш национальный цирк. Несмотря на это, руководство цирка и генеральный директор Локоман, они помогают нам, но в силу своих возможностей. Конечно же, это недостаточно. Хотелось бы, чтобы на нас обратило внимание государство. Государство должно понимать, что мы представляем наше государство молдавское за границей. И мы являемся в цирковом мире лицом нашего государства. Вот хотелось бы, чтобы они это лицо хоть как-то поддержали. В плане условий репетиции хотя бы, чтобы побыстрее они смогли восстановить наш цирк, и чтобы мы могли в нормальных условиях тренироваться. Ну, чтобы понятно было и телезрителям, в каких условиях вы тренируетесь, как вам удается вообще в таких условиях тренироваться? Пусть ребята скажут, они знают хорошо. Ну, бывает зимой, когда мы тренируемся перед контрактами, вот сейчас перед сезоном тренировались, отопления там нет. Постоянно заходим в цирк, там холоднее, чем на улице. Бывает иней даже на покрытии. И нужно очень много времени разогреваться перед тренировками. Это, наверное, и опасно, да, определенные трюки делать? Потому что суставы и связки не успевают прогреваться, и можно травм получить. Пониженная температура способствует уровню риска. Это очень опасно, но мы, ребята, не из робкого десятка. Мы презираем этот момент и тренируемся. То есть на сегодняшний день у вас тренировки проходят в Молдове, и потом вы уезжаете за границу, я правильно понимаю? Совершенно верно. Как вы считаете, для развития цирка в Молдове чего не хватает? В первую очередь не хватает того, что наш цирк сейчас не обладает базой подготовки артистов. То есть нету школы подготовки артистов, как раньше было. Второе, что у нас сейчас и сам спорт в упадке. Поэтому брать специалистов подготовленных неоткуда, потому что их нужно готовить. Отсюда вопрос, нужна цирковая школа. Это раз. Второе, что финансирование. Нет никакого финансирования. Третье, это то, что цирк себе не может позволить набрать в штат на постоянную работу себе артистов. Так как, опять же, вернемся на несколько минут назад, говорил, что сейчас в цирку очень сложно. Поэтому у цирка своих собственных артистов штатных нету. То есть есть только сотрудничество. Вот и все. Поэтому и развитию это очень сильно мешает. Если нет цирковой школы, то как проходят все тренировки? Я объезжаю спортшколы, сам отсеиваю людей. Они проходят кастинг, приглашаю их к себе на репетиции. Они показывают свой уровень мастерства. И только после этого они могут попасть в группу Чабан. Много отсеиваются, много остаются. Некоторым не подходит, некоторые боятся. Это тоже нормально. Но самые смелые остаются, самые способные. И вот мы так и развиваемся. То есть это является моей личной инициативой. То есть, по сути говоря, если бы я это не делал, никому это не нужно было бы. И не было бы уже вот таких уровней и такого результата. К сожалению. Но вот что удивляет, что вы, Лилиан, человек бизнеса. Но при этом вы безумно любите сам цирк. Откуда такая любовь к цирку? Я сам бывший цирковой артист. Да, я человек бизнеса. Я занимаюсь производством. Нахожусь на руководящей должности одного из молдавских заводов. А цирк, как у нас говорят, это болото. Оттуда, если раз попал, даже если ты выбрался, все равно тебя затянет обратно. Поэтому это наша жизнь. Я в цирк попал первый раз в 1982 году. И я очень мечтал о том, чтобы попасть за кулисы цирка. А на самом деле я остался там на всю жизнь. Текущую. Но цирк в 1982 году, как он отличался от того, что сейчас? Ну, это, во-первых, был советский цирк. Это был, если я не ошибаюсь, это был год открытия нашего молдавского цирка. Ну, я знаю подготовку и уровень работы, и все отношения, и то финансирование, которое было у цирка государственного, то значительно отличается, чем сейчас. Сейчас это несравнимо с тем, что было раньше, к сожалению. А что случилось, по-вашему? Если говорить честно и открыто, это недобросовенность руководителей, которые были на тот момент времени, когда начали реконструкцию цирка, не довели ее до конца. Если сказать это мягко. Вот с точки зрения бизнесмена, по-вашему, если сейчас заняться реконструкцией, найти какие-то инвестиции, вложения, то насколько это окупится потом? Все зависит от того, сколько денег будет вложено. Поэтому отсюда и выводится момент окупаемости. То есть мало вложится, быстрее окупится. Но здесь, в этой ситуации, цирк – это огромный, огромный комплекс. Плюс к тому, что не только комплексом нужны еще и люди, то здесь будут нужны значительные средства. Поэтому окупаемость будет... Я, честно говоря, так не прикидывал, но несколько, лет 5-6, это точно будет окупаться. Только возврат денег будет. Но в следующем уже можно говорить и о прибыли. Но цирк – это искусство. Здесь говорить о деньгах очень сложно. Такими категориями вообще сложно судить. Особенно в нашей ситуации. Какие актуальные и какие крайние достижения у вас были? Крайние достижения – это мы поставили рекорд. Книги рекордов Гиннесса. А еще? А еще они до этого уже не успели быть, потому что был другой состав. Если вы помните, у нас была то пандемия, то коронавирус вот этот. И мы сидели дома. Вот в этот момент мы сменили состав. Ребята мы тренировались, оттренировались и начали ездить. А до этого у нас были другие достижения. Ряд фестивалей мы выигрывали. Это во Франции несколько раз, в Германии. Отличились в Японии. Все перечислять нет смысла, но много чего мы повыигрывали. И в разных шоу, и на разных программах телевидения участвовали. То есть достаточно большой опыт есть. И нас за границей практически в цирковом мире знают все. Я не знаю тех, кто нас не знает. А бывало ли такое, что к вам подходили и говорили, вот давайте полностью приезжайте к нам, вот на таких-таких-таких условиях, не только там контракт на год? На долгие-долгие годы или на постоянную основу такого не было. То есть получается, за границей немножко работает система по-другому. Там нет государственных цирков. Я имею в виду европейские, не говорю за бывшие СНГ. Так что там заключаются с тобой контракты. И вызывают. Самый максимальный контракт, который у нас был, это нас вызывали в Соединенные Штаты на 5 лет. Ну там тоже своя ситуация была. Мы так туда и не поехали, потому что отказались от контракта по определенным причинам. И уехали на 2 года в Испанию. То есть длительный контракт, это считается 2 года, 4 года. А один год, это у нас считается сезон стандарт. Но чтобы сказали, приезжай и оставайся здесь, нет. Там такое, это не принято там в цирковом мире. А удается ли развивать именно в Молдове? У нас, допустим, на малой арене сам цирк. Как вы считаете, ребята, удается нам это сделать? Я думаю, в последний раз нам это удалось. Вы имеете в виду другие номера или все-таки наше направление? Ваше направление. Если мы можем говорить о малой арене, то довольно сложно это сделать с нашим уровнем подготовки. Потому что у нас высоты и скорости другие. И малая арена нам не позволяет раскрыться полностью. Нам выпала честь сработать... Когда мы работали, ребята? В ноябре, да? В сентябре. Мы отработали один месяц. Нам удалось это сделать. Но мы отработали всего лишь на 30% наших возможностей. То есть мы не показали молдавскому зрителю на самом деле, что мы умеем. Это было на уровне разминочных комбинаций. Но и тогда, по словам руководства цирка, нам удалось впечатлить молдавскую публику. Нас встречали очень хорошо. Как вы считаете, в ближайшее время вам удастся все-таки добиться того, что цирк будет реконструирован? Питаем надежды. Все время нам говорят, что финансирование есть, что деньги уже есть, скоро будет, скоро будет. Но мы это уже слышим несколько лет подряд. Но есть какой-то сдвиг. Визуально цирк своими силами, вот что проводит вот эти маленькие шоу в малой арене, это вот благодаря вот тому руководству, который сейчас находится, скажем так, у руля нашего цирка, они малыми силами, своими силами как-то могут что-то сдвинуть, но только незначительно. Они восстановили малую арену, они закупили маломальски какое-то оборудование осветительное, звуковое. Но на этом все заканчивается. Дальше нужно делать более весомый шаг, вносить более крупные инвестиции. Но, к сожалению, на такой малой арене таких денег невозможно заработать. Ну, я так понимаю, что вот вы, например, тренируясь, платите за аренду, правильно? Совершенно верно. Есть там определенный уровень аренды, без которого нам на данный момент не обойтись. Но мы вынуждены это делать, так как мы должны где-то тренироваться. Насколько это вообще подъемно для артистов, когда у них, например, нет каких-то контрактов? Иной раз это ощутимо больно. Но, слава богу, я из бизнеса, и могу как бы это все принять, этот удар. Но если бы это были простые артисты и просто бы арендовали такое пространство большое на длительное время, иногда это требует значительного времени, то это, мягко говоря, неподъемно. В ближайшее время у вас еще планируются фестивали. На каких фестивалях вы собираетесь принять участие? На данный момент в этом году мы уже, к сожалению, не попадаем ни на один фестиваль, так как у нас достаточно плотный график по 10 декабря. Но сейчас мы уже рассматриваем некоторые предложения на 2004 год. Это опять же будет Германия, это будет Париж и Испания, если я не ошибаюсь. И это будет весна, лето и осень. О какого рода фестивале идет речь? Международные фестивали. То есть это будет Берлин, будет Париж и будет Барселона. После поставленного рекорда хотите ли вы новый поставить рекорд? Пусть похвастаются. После того, как мы установили рекорд, нам сразу поступило предложение о том, чтобы установить еще один рекорд, но уже не на баллонах, а на качеле. И, честно говоря, я не помню сами условия выполнения этого рекорда, но вроде бы за минуту надо сделать определенное количество оборотов вокруг оси на качеле. Насколько это реально, когда планируется уже узнать о наших молдаванах? Вот он у нас, так называемый пушер, это человек, который толкает качелю наших акробатов. Вот он его будет выполнять. Когда мы узнаем об этом? Когда мы узнаем, и тогда я скажу им, тогда они и узнают. На данный момент съемочный процесс уже закончен. По поводу установления книги рекордов Гиннесса, скорее всего, это будет следующий год, уже 2024. Но нас уже сейчас предупредили, что они хотят нас видеть в качестве рекордсменов, но уже с нашим вторым номером. Кстати говоря, основным, самым главным номером – это русские качели. Расскажите об этом номере подробнее. Русская качеля – конструкция высотой 3,30. С нее прыгают акробаты на высоту от 7 метров до 14 метров высоты. Иногда акробаты набирают такую высоту. Это все зависит от нашего пушера. И уже выполняют определенные трюки, начиная от простого сальто прямым телом и заканчивая тройными сальтами с винтами. Иногда у нас ребята крутили четверные сальто, ставили рекорды. Это довольно сложная работа и требует длительной подготовки до работы в цирке. Ну и, соответственно, уже и во время работы в цирке, когда мы уже непосредственно готовим специалиста, который будет прыгать с этого реквизита. В прошлый раз вот первый рекорд сделала вам вызов Италия. Как вы считаете, почему не Молдова? Даже затрудняюсь сказать, почему. Молдова, во-первых, таких программ не проводит. В представительстве рекордов Гиннесса из Лондона, это лондонская компания, здесь ее нет. Если мы говорим о Гиннессе, если говорить о других рекордах, да в принципе они не поступали. Нас очень часто приглашали сюда работать в цирк, но, к сожалению, из-за малого количества посадочных мест в малой арене наш государственный цирк не в состоянии оплатить гонорары моих ребят. Поэтому так случилось, и нам удалось все-таки сработать в сентябре практически на энтузиазме, но зато мы все-таки хоть раз в жизни сработали в Молдавии за наши 23 года существования. Но в Бельгии вам нравится? Да. Хотели бы вы уехать туда на постоянную, жить? Сложный вопрос. Наверное, нет. Почему? Там погода очень, как бы вам сказать, плохая погода, очень плохая. Вечные дожди, болото. Имеется в виду, ты хочешь переехать за границу жить как артист, работать на всю жизнь? Ну, точно не в Бельгии. А куда? Теплее куда-то, в Кипр, наверное. А вы? Я не хотел бы оставаться жить там надолго, потому что мне хватает того, что мы ездим туда работать, и потом, когда приезжаю домой, мне нравится находиться дома. Здесь теплый край у нас, погода хорошая, мне все нравится здесь. А насколько устаете вот от этого ритма жизни гастролей? Либо вы считаете, что это ваш образ жизни? Ну, устаем больше не физически, а в моральном плане. То, что мы давно не видим, мы долго не видим своих родных, близких, а потом, когда возвращаемся, уже сразу становится полегче. Совершенно с ним согласен, но еще устаешь в плане выступления, потому что ты отдаешься людям, и морально это полностью изматывает. Вот. Так что так. Как вы видите вот в ближайшие годы свое развитие? И вообще, как вы видите развитие цирковой индустрии? Для Лиан, я думаю, уже многое сказал. И пока вот это все не поменяется, никакого развития не будет. А вы как считаете? Сложно, на самом деле, ответить на этот вопрос, из-за того, что мы не часто работаем в Кишине, вообще всего один раз работали, и не знаем, наверное, всей внутренней кухни цирка нашего. А в каких странах вы работали? Работали во Франции, в Германии, вот в Бельгии сейчас. Также другие команды ездили в Испанию, в Голландию. В какой стране вам больше всего понравилось? И почему? В Германии понравилось, потому что там минимальный прожиточный минимум не такой высокий, как, например, во Франции или в Бельгии. И как-то там почище будет, наверное, чем в остальных странах. А если говорить с профессиональной точки зрения, допустим, об условиях, о том, какой подход и так далее? Ну, это на самом деле зависит от цирка, но, наверное, больше всего пока понравилось во Франции, потому что мы работали в очень большом стационарном цирке, и там был хороший свет, хороший манеж, много посадочных мест было. А если, например, цирк маленький, то не получаешь у тебя хамаций, как от большого цирка, когда выступаешь. Ты говоришь про Лиман. Мы работали в Лимане, там цирк на 15 тысяч мест. Ого! И мы давали по три концерта в день, каждый день. Я не помню в течение какого времени, мы там были, по-моему, недели две, да? И вот каждый день по три шоу мы давали, 15-тысячники были заполнены полностью. Да, и, конечно, уровень подготовки и профессионализм там был на высоте. Можете ли вы сказать, что вот вы прославляете действительно Молдову на международном уровне? Безусловно, это так. Потому что, как я и говорил, мы являемся представителями Молдавского государственного цирка, хоть мы не являемся работниками, опять же, тема старая, но мы всем всегда говорим, что мы из Молдавского цирка. У нас же даже флаг есть с собой, мы всегда флаг наш возим. Да, мы прославляем нашу страну, мы прославляем наш цирк, и мы всем говорим, что мы из Молдавы, мы молдаване. Ну, в принципе, вот так. Я так понимаю, что вы взяли с собой награды? Похвастайтесь. Да, мы взяли с собой награды. Какую-то малую часть. Вот сертификация книги рекордов Геннесса, которую нам вручили там в Италии. И вот еще одна награда. Это золотая звезда, одна из престижных наград в цирковом мире. Мы ее получили во Франции, город Греннобыль. Фестиваль называется Вайрон. Это очень престижно, это гран-при был. Это одни из самых таких высоких наград, но есть масса и других наград, тоже выигрышных. И призовые места, и первые места есть, но их много. У вас уже, наверное, как маленький музей. Ну да, есть небольшой такой маленький музей, умещается на полной стенке. Там интересно, да, красиво. Но все с собой принести было невозможно. А какая самая такая необычная награда? Ну, самая необычная, это вот книга рекордов Геннесса. То есть она потому что является самой известной, даже не в цирковом мире. Поэтому нам-то кажется, что она более необычная. Но престижные фестивали есть. К сожалению, мы туда еще не попали. Один, только на один фестиваль мы еще не попали. Это в Монте-Карло. Но думаю, что это не проблема с таким составом, который у нас сейчас есть. Мы поедем, да и выиграем его. Что, впереди? Я уверен в этом. Давайте дополним предложение. Цирк для нас это? Жизнь, семья. А для меня это воплощение моей детской мечты. Я благодарю вас за интервью. Я, конечно же, желаю, что вы уже в следующий раз пришли к нам еще с одним сертификатом о том, что вы заработали какой-то крутой рекорд, попали в книгу рекордов Гиннеса и так далее. Спасибо большое. Сегодня в гостях у программы «Герой нашего времени» на Аризон ТВ была команда акробатов Чебан Групп. Смотрите нас каждое воскресенье на Аризон ТВ. Субтитры подогнал «Симон»